МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Готовность 90%. В Гомеле завершается строительство многопрофильной поликлиники в 17-м микрорайоне. Услышать каждого и помочь. Председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей провел прямую телефонную линию. Новый год будет ярким. Торговые объекты представили праздничный ассортимент. Время подводить итоги. О крупнейших инвестпроектах региона наше воскресное интервью. Все подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. В Гомеле завершается строительство поликлиники в микрорайоне номер 17. Ее вот в эксплуатацию запланировано на следующий год. Одновременно продолжается приобретение медицинского оборудования для учреждения. На этой неделе на объекте побывали наши корреспонденты. Строители готовность поликлиники оценивают примерно в 90%. Сейчас здесь ведутся в основном отделочные работы. Кроме того, в этом году институт Гомельпроект внес определенные коррективы в документацию, разработанную еще в 2008-м. Необходимость доработок объясняется закупками более современного оборудования и новыми подходами в оказании медицинской помощи. Правда, каких-то значительных переделок удалось избежать. Гомельские проектировщики еще 11 лет назад сумели предусмотреть многие особенности развития современной медицины. В частности, речь идет о возможности создания на базе новой поликлиники так называемых центров коллективного пользования. Центр коллективного пользования, амбулаторной реабилитации мы сможем здесь открыть. Сегодня много вопросов поступает по урологии, именно амбулаторной урологии. И это вопросы уролого-андрологической помощи, это вопросы в том числе мужского бесплодия. И это те вопросы, которые мы с перспективой, понятно, что это не с первого дня открытия данного объекта, но с перспективой развития на базе данного учреждения возможно реализация этих проектов. Особое внимание созданию безбарьерной среды, причем соответствующие условия для людей с ограниченными физическими возможностями будут созданы как снаружи поликлиники, так и на всех восьми этажах. Это вообще будет действительно современное медицинское учреждение, и не только по своим конструктивным особенностям и оснащению новейшим оборудованием. Объект для города знаковый, а поэтому качество работ постоянно контролируется заказчиком, городским управлением капитального строительства. Ополняются работы по подготовке под окраску, ну и также ведутся монтаж лоботочной системы, которым позволят потом закрыть потолки. В целом на объекте работает ежедневно не менее 100 человек. Генподрядчик у нас по объекту 314. Значит, мы готовимся, в этом месяце пустим систему отопления. У нас уже поступает оборудование на поликлинику отдельное. Мы храним, часть храним где-то у себя на складах, часть у нас оборудование принимает центральная поликлиника, и часть оборудования будет храниться здесь, поступать и в нее размещать. В сентябре этого года финансовую помощь новой поликлиники оказал Гомельский облсполком. Во время празднования Дня города руководству Гомеля был передан сертификат на 2 миллиона 750 тысяч рублей. Эти средства направлены в первую очередь на приобретение современного медицинского оборудования. Кроме того, значительное внимание в эти дни к подбору кадров соответствующей квалификации. Комплектация штата будет исходя в первую очередь из тех потоков, которые будут переориентированы из третьего и четвертого филиала, и дальше высококвалифицированные специалисты, которые в том числе, я полагаю, из областных учреждений республиканских и со всей страны. Олег Сентюров, Максим Савин, Валерий Гопанько. Новости недели. Утверждение, с которым никто не спорит, Новый год самый светлый и радостный праздник. К тому же только в эту ночь можно загадывать то самое главное желание, которое должно обязательно исполниться. Сегодня к празднику готовятся все. Магазины предлагают новые коллекции елочных игрушек, парикмахерские, праздничные укладки и прически. А шеф-повара ресторанов разрабатывают новые блюда. С предложениями ознакомились наши корреспонденты. Пожалуй, первый признак приближающегося Нового года – массовая торговля елочными игрушками. В Гомелях можно приобрести даже в продовольственных магазинах. Выбор на любой вкус и цену. От пластмассовых шаров по 70 копеек до эксклюзивных почти по 8 рублей. Последнее, кстати, белорусского производства. Работа ручная, а поэтому одинаковых игрушек нет. К Новому году значительную часть даже дорогих украшений раскупят. Однако большинство покупателей предпочитает все-таки бюджетный вариант. Я лично для себя выбираю что-то красивое. Красивое постепенно покупаю. Чтобы было красиво и средний ценник. Если поискать, можно найти. Наверное, эксклюзивным, но не очень дорогим. Чтобы цена была средняя. Вот как этот цветочек. Раньше он стоил 7 рублей, а теперь 4. Сейчас очень красивых игрушек новогодних. Большое обилие. Изобилие даже, скажем. Во многих магазинах сегодня можно приобрести елочные украшения, сделанные по эскизам 60-70-х годов прошлого века. Стоят они недешево. Около 16 рублей. Однако пользуются популярностью. Вообще магазины стремятся привлечь покупателей максимальным многообразием новогодних игрушек и сувениров. Руководители некоторых для этого даже посещают специализированные выставки в Беларуси и за ее пределами. Выезжаем на выставки в Российскую Федерацию, смотрим, оцениваем ситуацию, смотрим по ценовому сегменту, чтобы нашему покупателю это все было доступно, достойно. Также у нас есть в магазине представлены очень разные новогодние коллекции, которые в виде сувенирной продукции, статуэток, фигурок. Также очень большой ассортимент символа года представлен. Мы каждый год желаем и приобретаем что-то новое. Специальные предложения к Новому году подготовили и в учреждениях бытового обслуживания. Гомельские парикмахерские начали предварительную запись на праздничные прически. Хотя только укладками многие не ограничились. При наличии свободных нескольких часов женщинам предложат услуги косметолога, массажиста, мастера по маникюру и фитосауну в кедровой бочке. По мнению большинства мужчин, стоит такой комплекс недешево – до 200 рублей с учетом прически. У женщин мнение другое. Это бюджетный вариант, который раз в году можно себе позволить. Тем более, что в результате прекрасная половина станет еще прекраснее. Мы следим за тенденциями моды. Каждый год мы собираем наших мастеров на все обучающие семинары. И на этих обучающих семинарах мы преподаем именно направление моды на следующий год. На все торжественные мероприятия, то есть различные укладки, прически. То есть это все наши мастера обучаются, все наши мастера следят за тенденциями, потому что без этого, конечно, в современном мире никак. Если клиентка приходит, обычно клиенты приходят с фотографиями, которые хотят сделать прически либо укладки. Но наши мастера, можно сказать, все художники, и всегда видят, пойдет это клиенту, не пойдет. И, конечно же, производятся корректировки в процессе создания той или иной прически. И мастера наши стараются, чтобы наши клиенты выходили все довольные и счастливые. Полумрак и легкая музыка. В большинстве ресторанов, кафе и агроусадеб запись на проведение новогодних корпоративов уже прекращена. Нет мест. При том, что цены отличаются достаточно сильно. Если в сельской местности провести праздник с Дедом Морозом и домашней кухней можно и за 40 рублей, то в городе стол с музыкальным сопровождением обойдется почти вдвое дороже. Правда, и предлагаемый ассортимент блюд здесь иной. Сиба с тартаром из овощей, стейк из капусты с веганской сметаной и консоме из фермерского цыпленка с брокколи. Впрочем, экзотические блюда гомельщане заказывают редко, обычно предпочитая все тот же бюджетный вариант. В основном ориентируются на свои вкусовые предпочтения. Как правило, это все по стандарту. Все любят свинину, говядину. Ничего, никаких изысков. Очень редко, когда гости могут попросить что-то из французской кухни, улитки, мидзи, но это очень редко. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели. Вы смотрите новости недели на телеканале «Беларусь-4». Мы говорим о главных событиях, уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Председатель гомельского облсполкома Геннадий Соловей в субботу, 14 декабря, провел прямую телефонную линию. За три часа к руководителю региона обратились 45 человек. Значительная часть прозвучавших вопросов касалась темы наведения порядка. От ремонта сельских дорог до благоустройства городских парков. Житель советского района Гомеля, который является инвалидом, пожаловался на неудобный пандус многоэтажки. Мужчина уже долгое время не может выйти из дома. Во время прямой телефонной линии этот район не единожды оказывался в поле зрения председателя облсполкома. Некачественный ремонт, несанкционированная торговля, разбитые дороги в зонах отдыха. Только некоторые проблемы, которые озвучили гомельчане. Поручения по реагированию на отдельное обращение были даны непосредственно во время телефонной линии. Большинство остальных вопросов будет решено в течение 7 дней. Центр раннего вмешательства на базе детской поликлиники открылся в Жлобине. Специализированную медицинскую помощь в новом учреждении будут получать дети с нарушениями развития в возрасте до 3 лет из Жлобинского и Рогачевского районов. На данный момент в базе данных около 300 детей. Она будет оперативно обновляться. Центры попадают, когда у медиков из поликлиник возникают сомнения по поводу здоровья их маленьких пациентов. Вкусные сувениры и приглашения на новогоднее представление. С такими подарками Молодежный совет Гомельского областного объединения профсоюзов приехал в Добрушский районный социально-педагогический центр. Это стало началом республиканской благотворительной акции «Профсоюзы детям». Первыми подарки получили 10 нынешних и бывших воспитанников центра, которые вернулись в свои биологические семьи либо обрели новые. Акция ежегодная существует уже 15 лет. На подарки и проведение благотворительных елок в Гомельской области профсоюзы выделили 370 тысяч белорусских рублей. Конец года. Время подводить итоги. В том числе и в экономической сфере. После достаточно напряженного 2018-го в этом году ситуация в реальном секторе экономики начала улучшаться. Количество убыточных предприятий сократилось, а объем привлеченных инвестиций увеличился. При этом крупнейшие в области инвестпроекты близятся к завершению. О ключевых цифрах и планах региона на следующий год – наше воскресное интервью. Этот год подходит к концу. Михаил Николаевич, с какими экономическими результатами его завершает Гомельская область? Действительно, уже середина декабря и пора подводить итоги 2019-го года и строить планы на 2020-й год. По главному интегральному показателю – валовому региональному продукту, который характеризует развитие всего комплекса хозяйственного Гомельской области, Гомельская область сработала с объемом 11 млрд рублей. Это 10% от общего объема валового внутреннего продукта по стране. С положительной динамикой сработали строительство, информация и связь, торговля, обрабатывающая и горнодобывающая промышленность. Всего промышленный комплекс сработал с простом 1,3%, который занимает в валовом региональном продукте порядка 40%. Во внешнеэкономической деятельности Гомельская область обеспечивает 13% экспорта товаров всей страны с объемом 3,5 млрд долларов. Важным звеном в социально-экономическом развитии нашей территории, конечно же, является частный бизнес. В текущем году мы приросли на полторы тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. И общее количество их на 1 декабря составило 38,7 тысяч субъектов. За текущий год создано 650 новых организаций. И зарегистрировано у нас на сегодняшний день за 11 месяцев порядка 4 тысяч индивидуальных предпринимателей. Субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечили доходную часть бюджета около 500 млн. рублей. Это 21,8% от общего объема поступлений. Активно шла работа по привлечению инвестиций в экономику региона. Расскажите, о каких цифрах идет речь и о каких новых проектах можем говорить также. Действительно, текущий год характеризуется ростом инвестиционной активности. За 11 месяцев в экономику области инвестировано 3,7 млрд. белорусских рублей. Это на 18% больше, чем в прошлом году. Следует отметить, что чуть более 16% инвестиций приходится на областной центр, а остальная часть, это более 80%, распределена по регионам области, что является важным моментом в части увеличения инвестиционной активности именно районов нашей территории. В настоящий момент реализуется проект в Петриковском районе. Это строительство горно-обогатительного комбината. В планах реализация проекта по строительству ручного порта в Брагинском районе. У «Спартака» запланирована реализация двух проектов по расширению ассортимента продукции. «Гомсельмаш» запланировал реализацию проекта за счет средств инновационного фонда. Ряд проектов также намечен организациями пищевой промышленности и сельскохозяйственного комплекса. Что касается проектов, которые у нас запланированы на будущее, в настоящее время разрабатываются планы на будущий год и проходит их защита. По предварительным наработкам, будущий год по объему вложенных инвестиций и капитальным вложениям по результатам защиты бизнес-планов ожидается не меньше уровня текущего года. На Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе завершается крупнейший инвестиционный проект создания комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Расскажите, что в перспективе нам даст такая модернизация? Проект, который реализуется на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе, важен как для нашей области, так и для страны в целом. Действительно, это очень крупный проект, аналогов которому на сегодняшний день нет на постсоветском пространстве. Эксплуатация данного комплекса позволит увеличить глубину переработки нефти. По результатам экспертов, глубина переработки увеличится до 90%, что позволит вырабатывать больше светлых нефтепродуктов с большей маржинальностью и, соответственно, увеличится конкурентоспособность данной продукции. На протяжении года мы также следили за ситуацией на Светлогорском ЦКК. Выпуск сульфатной белиной целлюлозы там уже запустили, однако не на полную мощность. Расскажите, что ждет предприятие в ближайшее время? Работа данного предприятия на сегодняшний день просматривается достаточно перспективной и оптимистичной. По сравнению с прошлым годом, объем производства на данном предприятии увеличен на 44,7%. Также рост объемов производства запланирован и на следующий год, что в свою очередь позволило загрузить данное предприятие. 90% продукции данного предприятия реализуется на экспорт с достаточно высоким уровнем маржинальности. Но самое главное, что на данном предприятии порядка 500 человек нашли себе рабочие места с достойным уровнем оплаты труда. Михаил Николаевич, спасибо вам большое за интересную беседу и до новых встреч в эфире. Спасибо. Все более важной составляющей экономики с каждым годом становится туризм. Сегодня это не только доход от оказания услуг, а еще и имидж региона. Содействует развитию туризма, в том числе и проведение информационных туров. Так, Светлогорский район посетили представители туристических компаний из Украины. Предложенный гостям маршрут оценил и наш корреспондент Дмитрий Котов. Знакомство с историей района всегда обязательная часть в программе информационных туров. В Светлогорском районе есть памятные места, которые собирают путешественников со всего мира. Но известны они, к сожалению, трагическими событиями Великой Отечественной войны. 14 января 1944 года нацисты сожгли деревню Алла. Погибли 1758 человек, большинство из которых – дети. По количеству человеческих жертв – это 12 хатыней. На территории захоронения сегодня проводится большая работа по сохранению исторической памяти. Планируется в дальнейшем здесь построить мемориал. В интернете уже можно увидеть проект, по которому его планируют построить. Ну и ведется сбор денежных средств. Я думаю, что желающие могут поучаствовать. Мемориал украсят и эти скульптуры, пока они находятся на территории санатория. Летом здесь проходил пленэр скульпторов, во время которого и были созданы эти произведения искусства. Иностранные гости знакомятся также с инфраструктурой санатория. Посещают лечебные кабинеты, гостиничные номера, комнаты для релаксации. Пробуют минеральную воду, которая является брендом учреждения. Основными отличиями нашего санатория от других санаторий в Республике Беларусь является несколько. Это, первое, свой уникальный источник природной минеральной воды, расположенной на глубине 350 метров, скважина глубиной 350 метров. Это великолепное объединение всех корпусов санатория переходными галереями, для того, чтобы людям было удобно из жилого помещения переходить в лечебный, из лечебного в столовую и наоборот. Поправить здоровье можно и на следующем остановочном пункте в экскурсионном маршруте. Жители деревни Песчаная Рудня уверяют, это место большой концентрации духовной силы. Здесь уже более ста лет протекает родник Ясочка, и вода в нем целебная. Год назад местные энтузиасты выиграли тендер на обустройство этого уникального места, чтобы сохранить его для потомков. Это группа энтузиастов, тех людей, которые неравнодушны к истории и к таким вещам, вот, ну, все это возродили. Любой информационный тур не обходится без презентации агротуристического потенциала. Эта усадьба уникальна в своем роде, находится в живописном тихом уголке в лесной глуши. А главное, здесь находится единственная в Беларуси действующая ветряная мельница, памятник деревянного зодчества 19 века. Еще одно знаковое место для Светлогорщины – мемориальный комплекс «Багратион». Тут расположен памятный знак, окопы, музей, выставка военной техники. Посетители могут детально ознакомиться со всеми этапами подготовки и проведения знаменитой военной операции. С радостью сегодня ознакомились с историческим достоянием Гомельской области. Я думаю, будем рекомендовать жителям Украины, в первую очередь, жителям Черниговской области, Мы будем рекомендовать приезжать обязательно в Беларусь, отдыхать, оздоравливаться. Мы сегодня посетили замечательный здравительный комплекс, набираться сил, здоровья, чтобы была возможность путешествовать дальше и дальше по Беларуси. Мы всегда сами тоже с охотой принимаем их приглашение, выезжаем к ним. Это сотрудничество налажено уже на протяжении нескольких лет. И активно мы друг друга поддерживаем в сфере развития туризма. Традиция проведения подобных туров сохранится. Один из них планируется в этом месяце. К участию приглашены и представители российских туристических компаний. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, Новости недели. Красоты много не бывает. Культурная жизнь нашего областного центра тому доказательство. Буквально на прошлых выходных здесь выбрали мисс Гомель, а в эту субботу стало известно имя обладательницы титула «Миссис Гомельская область». А в конце следующей недели пройдет кастинг национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020». О красоте и новых выставочных проектах, презентованных на прошедшей неделе, расскажет Евгения Кухаронок. В музее истории города Гомеля показали белорусских прохожунь. Здесь на неделе свою персональную выставку презентовал Альфред Микус, белорусский фотограф и фото-журналист. Его работы поражают своей душевностью и непосредственностью. Все практически без ретуши и на многие запечатлены женщины во время исполнения белорусских традиционных обрядов. От таких кадров просто невозможно оторвать взгляды. Экспозиция в общем посвящена роли женщины в традиционной белорусской культуре, как обрядовой, так и бытовой. Представлено 40 фоторабот, в основном портреты, но есть и репортажные снимки. Из-за этих счастливой улыбки женщин фотограф проехал не одну сотню километров. Он нашел своих героинь, удалившись от городской суеты. Все реальные люди и обряды, которые они исполняют, также непостановочные. Этот проект показывает, что наши национальные ритуалы все еще живы и по-прежнему могут очаровываться и привлекать. Также портреты, однако чуть другого формата, представили на выставке детского фэшн-фотографа Елены Зиммы в Музее истории печати и фотографии. Автор назвал экспозицию изнутри и представил на суд зрителя чуть более 20 работ. Сделанные они были в течение прошлого года и этого неподдельные детские эмоции, игра светотени и буйство красок. Вот она эстетика, чистота и честность. В копилке фэшн-фотографа работают в электронной версии журналов ВОК, International Kid, Medicine, Gucci Kids и Domic Magazine. Сегодня Елена Зимма работает с известными дизайнерами и является преподавателем многих модельных агентств Беларуси. Искусство рукописной книги-ветки в контексте европейской книжной культуры представили в филиале Ветковского музея. Здесь открылась выставка «Корни и ветви». Достаточно недавно стали известны такие понятия, как ветковский книжный орнамент и ветковский художественный стиль рукописной книги. Введены они были в оборот благодаря высокому художественному уровню, большой степени оригинальности и узнаваемости стиля. Непосредственно в экспозиции представили рукописные книги 18-19 веков из фондов Ветковского музея, Музея Гомельского дверцового парка, ансамбля и Национальной библиотеки Беларуси. Также представлены материалы работы главного хранителя фондов Ветковского музея Светланы Леонтьевой с коллекциями рукописных книг, вывезенных с территории Ветковско-Стародубского региона в 70-80-е годы 20-го столетия и сегодня охранящиеся в древних хранилищах Пушкинского дома и научной библиотеке МГУ. Далее анонс культурных событий недели предстоящей. В Гомель приезжает уникальный ансамбль песни и танца Грузии «Кутаиси». Со дня своего основания в 1970 году и по сей день коллектив сохраняет и приумножает национальные фольклорные традиции. С помощью амбициозных и молодых танцоров и танцовщиц, а также низких голосов грузинских певцов. Коллектив выступит на сцене Гомельского областного общественно-культурного центра 16 декабря. Начало 19.00. А с 18 декабря у Дворца Румянцева и Паскевича начнет свою работу выставка «Экспериментус». Здесь представят приборы и устройства, демонстрирующие удивительное явление природы. Каждый сможет стать исследователем, так как эти приборы не просто можно, но и нужно трогать руками. Незабываемое впечатление для детей и для взрослых гарантировано. Также на неделе экспозиционный комплекс Дворца Румянцева и Паскевича дополнят настоящим белым чудом, имя которому «Фарфор». Здесь представят посуду, вазы, часы и многое другое. Под прозрачным льдом глазури не трудно будет узнать сказочных героев, образы людей и животных. Выставка «Белый как снег» откроется 19 декабря и станет завершающей в юбилейном проекте коллекции музея к 100-летию музея. Трагедия «Титаников» танцевальных по судьбу известного лайнера впервые воплотили в балете и постановку привезут в Гомель. 19 декабря на сцене Дворца культуры жизнедорожников трагедию «Титаника» расскажут на языке неоклассики. И на этом у меня все. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Евгений Макеенко. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова